У нас было две машины. Три пакетика болтов и электрик. Мы хотим сделать машинку для карлика. Сейчас подвалимся и заебись обидеть. Друзья, всем привет. Сегодня у нас серия про наш третий проект. Это гонка с 40-х годов, но она с 40-х, 50-х. Не суть. Мы сейчас приближаем все к тому, чтобы сделать первый выезд. Мы даже решили концептуально делать все хуже, чем могло бы быть. Поэтому мы делаем быстрее-быстрее. Какие-то моменты закрываем просто глаза, потому что дальше мы их переделаем. Но сейчас самая суть в том, что хочется побыстрее уже выехать, потесить, проверить, пожечь резину. И потом уже делать какой-то красивый каркас, красивые крепления всех узлов, агрегатов, выхлоп, педали, сидения. Кузовные детали тоже мы будем делать. Даже суть больше проекта именно как раз сделать эту капсулу. Как вот так вот они выглядят примерно. Так вот, сейчас мы приближаем все, что можно, чтобы поехать. И давайте быстренько пробежимся, что мы сделали, какие технические решения применили. Хотя они все максимально примитивные. Никаких новшеств вы здесь точно не увидите. Здесь все очень просто и понятно. Так что, друзья, поехали. Начнем с задней части. Бензобак. Сделали примерно размер, я говорил, вот так, вот так и вот такой ширины. Поэтому он примерно вот такой получил. Сколько литров, я не знаю, но на вид где-то около 20, 20, около 20 литров. Здесь еще рядом станет аккумулятор. Как раз будет как бы немножко за задниц автомобиля поднагружено, потому что кажется, что передок все равно тяжеловат, а сзади веса не хватает. Здесь, по сути, кроме аккумулятора и бензобака ничего как такового-то и не будет. Амортизаторы, которые от китайских кроссовых мотоциклов, они оказались даже слишком жесткие. И жестче, чем нам надо было. Но по соотношению к передним, которые там волговские стоят, подпиленные, вроде как примерно они одинаковы по жесткости будут. Вместо того, чтобы поставить, как мы хотели, механизм вата, чтобы у нас минимальный крен моста был вправо-лево относительно кузова, мы сделали просто реактивную тягу, потому что ход подвески очень минимальный. Соответственно, две параллельные тяги мы тоже их переделали. Были изначально они по-другому сделаны. То есть, как бы у нас вообще подразумевается, что крен моста относительно кузова будет, в принципе, минимален. Давайте я сейчас просто поближе уже покажу все детали, которые мы сделали. Вот непосредственно амортизаторы. То есть, как бы они не подразумевают крены моста. Ну, там, самый минимальный крен подразумевает. Они не способны работать... Короче, эти амортизаторы, они работают только у нас вертикально, собственно говоря. Подвеска сделана так, чтобы крен моста был минимум. Тяга реактивная. То есть, здесь точка крепления очень высоко стоит. Соответственно, одна часть на раме, вторая к мосту уже закреплена. То есть, тут две пластины, вырезанные на лазере. Сама тяга вазовская стоит. Ну, только единственное, она с регулировкой. Тюнячая вазовская тяга. Далее, что у нас тут еще сделано? То есть, конечно, вот это все очень, как бы, сейчас примитивно сделано. Будет немножко посимпатичнее. Что касается двух тяг, мы сделали их с двух точек. То есть, как бы мост у нас будет смещаться вперед-назад. Вот, то есть, ну, они будут... Зато хвостовик моста, он уже будет все-таки ходить ровно. То есть, как бы, ну, вот так вот, короче. Тяги тоже регулируются. Поэтому, если у нас там жопа будет как-то крениться вправо или влево, если будет собачий ход, хотя навряд ли он будет здесь. То есть, как бы, тяги тоже регулируются. Каждая из них, из всех четырех. Собственно говоря, сам кардан мы отдавали на фирму, которая занимается изготовлением карданов. Поэтому мы сказали, что нам нужна вот такая длина. Ровно столько-то сантиметров. Вот. Сами обрезали, привезли. Они его сварили, отбалансировали. Сделали все, как полагается. Поэтому, собственно говоря, видите, да, что кардан у нас очень-очень коротенький. Сделанный по спидзаказу. И, в принципе, цена там такого кардана, она довольно-таки адекватно взяли. У нас сколько, Макс, цена взяли? Три с чем-то. Три с чем-то с нас взяли за вот такие манипуляции с карданом. Но зато он нормально, адекватный, не самопальный, собственно говоря. Еще хотим мост заварить. Но, наверное, сделаем это чуть попозже. Потому что нам, в принципе, дифференциал как таковой-то и не нужен. Ставить сюда блокировку, это очень дорого. Поэтому, скорее всего, мы его просто заварим. И будет у нас там простейшая конструкция для того, чтобы ездить. Сидение пока будет одно сейчас на тест, конечно же. Потому что оно будет не такое, какое оно будет сейчас. Будут два кастомных, я думаю, кресла. Потому что ретро-ковши мы найти так и не смогли в наличии где-либо. Коробка здесь уже... Сколько, Макс? По-моему, 5 ступ, да, у нас стоит? Да, у нас 5 ступ от более современной версии Волги. Есть еще 4 ступка. Но я думаю, что нам это более оптимально будет. То есть колеса тоже родные. Поэтому все соотношения, в принципе, я считаю, что будет ништяк. Сам выхлоп мы сделали тоже максимально кастомный. Юра тут заимпровизировал. Смотрите, как мы не хотели делать хот-род, но, видимо, у нас все-таки получается это сделать. И в итоге будет хот-род. Такая труба, часть штатного куска трубы, часть нердавеющей. Все это переходит в коллектор. Коллектор мы тоже в будущем переделаем. То есть мы не хотим его оставлять, потому что он, как минимум, даже тяжелый, неправильный и некрасивый. Сам двигатель еще тоже мы много раз регулировали по высоте. В итоге мы его все-таки занизили максимально. То есть он, в принципе, по отношению к полу очень даже невысоко. А по отношению к родной балке, на которой стоит передняя подвеска, то он вообще на 15 сантиметров ниже. Что нам дало как раз таки, даст потом в будущем сделать все-таки нормальный, невысокий капот. И сам обзор. Потому что сидеть будешь низко на заднем колесе, на заднем мосту. И чтобы обзор был нормальный, надо было все-таки мотор занизить. Что касается охлаждения, мы поставили тот самый волговский штатный радиатор. Единственное, нам пришлось его по отношению к тому, как он стоял в родной конфигурации. Мы его вынесли вперед больше и занизили вниз, чтобы все-таки капот у нас как бы вышел сюда. И он был более компактный, чем если бы мы поставили высоко радиатор. Ну и плюс нам балка родная не давала его поставить на свое родное место. Для того, чтобы его охлаждать, мы купили просто тупо универсальный вентилятор, который продается в любом автомагазине. Подобрали там примерно по диаметру. Я думаю, Герман вам покажет кадры, он будет здесь стоять. Короче, патрубки тоже мы переделали. Тут просто кусок трубы, самый обычный. Это обратка. По-моему, слишком длинная обратка, да? Ну ладно. Я думаю, тоже переделается в целом. И давайте уже перейдем к рулевой части. Не получилось сохранить все-таки редуктор, который был волговский, чтобы одно колесо поворачивало, за счет тяги поворачивал второе. Короче, все-таки мучились, мучились. Все это выходит за габариты планируемого кузова. Поэтому мы поставили обычную рейку от ВАЗ-21, вроде бы, 12 с обычными тягами. Но зато это все получилось очень компактно. Через карданчик. И этот карданчик. Временное решение. Рулевая колонка газовская. Тяги через кардан. И рулевая рейка от ВАЗа. И, кстати, стабилизатор у нас тоже будет. Сейчас, если мы поедем сегодня, у нас его не будет, потому что мы тупо не успеваем его поставить. А в целом он прям зазором, там, в 3 сантиметра перед радиатором идеально встает. Поэтому стабилизатор тоже будет. Напомню, кружины мы подрезали, потому что, если бы мы их не подрезали, подвеска вообще практически не работала. То есть, ну, веса не хватало этой конструкции. Что же у нас было? Вот эта вся страшная конструкция. Это сцепление, тормоз и газ. Газ вообще, вот, вот, вы представляете, я сейчас вот поеду. И тут не факт, что он вообще вернется назад. То есть, как бы, возможно, что я нажму и... Тормоз мы сделали. Кстати говоря, пока что только на переднюю ось, на заднюю мы тоже не успеваем сделать. Объясню, почему не успеваем. То есть, мы могли бы завтра спокойно доделать уже и там задний тормоз, и какие-то другие мелочи более аккуратно. Я просто уезжаю в Питер. У меня не будет целую неделю. Одну целую неделю. Поэтому я хочу, чтобы мы сегодня все-таки засняли, чтобы вы эту серию увидели побыстрее. Поэтому вот так вот сильно торопимся, делаем через жопу и пытаемся что-то сделать к отъезду. Да нет, ладно, у нас выставка риск. Ну, бля, если пришибет, пришибет чешки. Был, как там, это же, был Максим, или помер Максим и Куисин, да? Очередной вечерний выезд, совсем поздний. Я бы сказал, максимально поздний. Все хотят домой, Герман тем более. Макс вообще на измене. Оба Максы причем на измене. Тимофей вообще пиздец. Он уже с девками там должен был на набережной кальян курить, а он-то тут все до сих пор тусует. Германа Машка запилила уже. Каждые пять секунд на телефоне просто висит. Макс телефон отключил со всем. Было самый дешманский тормозок сюда залить, а не ликвемоле. Правильно я говорю? Да, другой я тут. Огнетушитель, где? Он на тебя крутил постоянно все это время. Я думал, что за треск? Нет, треск это вот тут. Нет, я в этот, стартер забыл. Ты говоришь, что это треск? Блядь, за кучу, еблась, ахуем, блядь. О, пусть прогреет чуть-чуть. Что-то газ далековато, блядь, мне вообще здесь неудобно рулить. Тут мешает, хуйня. Она прям, либо, короче, неудобно, пиздец. Сцепление это, не хочет работать. Нету. Блядь, давай, кружись, попаляйся на леду. Тормозов тоже нету. Они до пола достают. Блядь, ни тормозов, ни сцепления. Ёбку и налев. Нет, нет, вот только лицо заебись на лед. Вот это я не успел нормально отрегулировать. Ну, ну, ладно, давай пиво. О, все, огонь. Горис! Сварчик, блядь, ё-пара-су-ты. Я хотел бурнал делать. Блядь, неудобно как, а? Сцепление сразу заедает. Вот я держу, оно это. Вот оно не идет. О, пошло. Не спыди, блядь. И тормозов тоже. Да, задние, блядь. Туя, тормозят еще как. One, two, three, go. Okay, let's go. Субтитры сделал DimaTorzok Старая школа сделала красивее Ну короче, друзья, у нас закончился выезд Но еще не закончился, потому что сейчас все катаются Все хотят прокатиться На самом деле эмоции уже крутые А когда мы поедем на трек На треке будет все это дело еще круче Ну я думаю, в разы лучше Но, блин, эмоции реально зашкают Просто как ребенок Но задний амортизатор надо Короче, много чего переделать надо Парни тоже кайфуют максимально Все катаются, уже там закидали одну тачку камнями Сожгли почти одну покрышку Надо точно заваривать Мост, потому что сцепление не хватает, веса нет Все начинает просто там крутиться легко Короче, кайф, друзья Это скоро будет пушка кататься уже по треку Сейчас мы сделаем какой-то маломальский каркас Потому что на одном повороте у меня уже ноги с педалей слетели Потому что меня резко, короче, жопа кидануло Крутые эмоции, блин, вообще реально Блин, и чуваки кайфуют тоже Друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал Всем огромнейшее спасибо за просмотр Оставляйте свои комментарии обязательно Друзья, до новых встреч, всем пока Спасибо, обнялся Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok